Важным направлением работы сотрудников отдела МВД России по городу Майкопа является противодействие незаконным оборотам наркотиков на подведомственной территории. Как показывает анализ, в последнее время здесь распространение получило сбыт запрещенных веществ посредством тайниковых закладок. За 9 месяцев текущего года полицейскими в республиканском центре зарегистрировано 86 преступлений в этой сфере. Несмотря на значимый вклад в указанную работу участковых уполномоченных, оперативников уголовного розыска, сотрудников ППС и ДПС, большую часть противоправных деяний раскрывают полицейские профильного подразделения. В указанном периоде ими выявлено 44 преступления. Наряду с этим, стражи правопорядка введут работу по выявлению пресечения административных правонарушений в сфере незаконного оборота и потребления наркотических средств. По этим и ряду других составов статьи КОАП РФ составлен 191 протокол. Кроме этого, задержано и привлечено к ответственности два лица, осуществлявших надписи на ограждениях, домоводениях и иных сооружениях с пропагандой наркотиков. Масштабная работа также ведется в рамках различных операций и профилактических акций. В результате их проведения зарегистрировано, а впоследствии возбуждено 26 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков и содержания притонов. Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Майкопу осуществлялись мероприятия по проверке деятельности одного из научно-исследовательских учреждений АДГ. В результате полицейскими выявлен факт присвоения денежных средств особо крупном размере. В отношении бывшего руководителя организации по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 160 УК РФ, присвоения или растрата, возбуждено уголовное дело. В результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что в период с декабря 2015 года по февраль 2016 при осуществлении хозяйственной деятельности руководитель заключил договор с одним из акционерных обществ на проведение комплекса сельскохозяйственных работ. При этом он заведомо знал, что у данного предприятия отсутствует реальная возможность их выполнить. Насчет фирмы перечисленной и впоследствии похищено более 2 миллионов 400 тысяч рублей. В настоящее время продолжается работа, направленная на установление всех обстоятельств совершения данного преступления, а также лиц к нему причастных. Следственным подразделением Межмуниципального отдела МВД России Адыгейский завершено расследование уголовного дела, вызвавший широкий общественный резонанс. Совершение преступления по статье УК РФ, нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух и более человек, обвиняется 27-летний житель Тевчевского района. Дорожно-транспортное происшествие произошло поздним вечером 29 июля текущего года в городе Адыгейский. Тогда водитель автомобиля БМВ совершил наезд на 66-летнюю женщину и двухлетнюю девочку. Они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешкодному переходу. В результате обе скончались на месте от полученных травм. По уголовному делу был проведен ряд специальных экспертиз. Установлено, что на момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время само дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу Тевчевский районный суд. В МВД подведены итоги первого оригинального этапа творческого конкурса «Динамо глазами детей». Он посвящен 95-летию со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества. Оценивала работы компетентные жюри, в состав которого вошли начальник управления по работе с личным составом МВД Александр Ермилов, в Рио представители общества «Динамо» Александр Леваков, а также представители общественного совета при ведомстве Андрей Синельников и Рамазан Сюихов. Практически все представленные работы исполнены детьми сотрудников органов внутренних дел и отражают спортивные достижения полицейских республики. По словам Александра Ермилова, такие мероприятия позволяют привлекать детей к освящению деятельности Министерства и непосредственно общества «Динамо», в задачи которого входит физическое воспитание подрастающего поколения. Представленные вниманию жюри работы исполнены в различных формах, начиная от рисунков и заканчивая резьбой по дереву. По результатам конкурса представлять республиканское МВД на федеральном этапе будут работы, выполненные Ариной Абакумовой, которой 10 лет, 8-летняя Анастасия Гришиной и 7-летняя Ксения Пономаревой. Награждение авторов отобранных работ состоится в самое ближайшее время. Их ожидают ценные подарки с символикой «Динамо». Мечтаешь о пяти звездах, а хватает только на три? Любишь комфорт, но довольствуешься меньшим? Неэкономь на желаниях, экономь на госуслугах. Подай заявление через портал Госуслуг. Выбери безналичный способ оплаты госпошлины и получи скидку 30%. Например, заграничный паспорт при электронном обращении станет дешевле на 1050 рублей, а госпошлино-заводительское удостоверение уменьшится с 2000 до 1400 рублей. Госуслуги.ру – экономь свои деньги и время.